Привет, я комиксист из Харькова, и сегодня я хочу поговорить о довольно провокационной теме о зависти и недовольстве своими работами. Конечно, я буду говорить в основном о художниках, но я думаю, это применимо практически ко всем сферам. Однажды мне повезло участвовать в спорах об этой теме и услышать разные мнения. Я часто слышала, что зависть к успехам других и просто взгляд на их работы вызывает так называемый артблок. Я не люблю это слово, потому что за ним может прятаться что угодно. И личные проблемы, страхи, усталость, ментальные расстройства, физические расстройства и все что угодно. Поэтому я вижу мало смысла в его использовании. В данном случае имеется в виду состояние, при котором опускаются руки при виде чужих работ. Одолевают мысли по типу, зачем мне что-то делать, если уже есть намного лучшее. Мне кажется, довольно знакомое многим чувство. Мне помогает в этом плане ответить себе на вопрос, зачем я что-то делаю. Понять, что мне именно хотелось бы делать, что для меня важно и ценно, не обязательно неповторимо, но что радовало бы и мне казалось бы важно поделиться этим с другими. Мне кажется, проблема в том, что такие мысли одолевают во многом, когда ничего не хочется, и такое состояние затягивается на недели, месяцы и все такое. Мне видятся в этом неприятные симптомы, мне кажется, это признак того, что стоит обратиться за помощью. Если это касается только работы, то явно стоит отдохнуть. Но больший акцент я хотела сделать именно на зависти. Я слышала очень много слов о том, что если у тебя крыша не течет, то при взгляде на других ты будешь каменно спокоен, что сравнивать себя нужно только с самим собой из прошлого, и в этом познании так преисполнится, что правда никому никогда не будешь завидовать. А если ты завидуешь, то это какой-то изъян в тебе, и нужно его исправить. Противоположная крайность от этого – это позиция, что единственный возможный вариант – это что любить себя получается, пока не смотришь на успех других. А обманчивые соцсети затягивают и создают впечатление, что все идеальны, кроме тебя, и этим шатают нашу крышу. Насчет соцсетей, мне кажется, это вопрос вкуса выбора. Есть профили портфолио, в которых все полностью отобрано, только самое лучшее и самое подходящее. Есть люди, которые показывают почти все потоком. И мне кажется естественным, что все показывают то, что им хотелось бы показать. И с таким фильтром, который они сами выбирают. В конце концов, контент в соцсети – это продукт, а не отчет о жизни. Конечно же, есть инфоциганство, некоторые люди врут откровенно, но мне кажется, это от чего-то неприятного до мошенничества. И это не природа и лицо всех соцсетей. Мне кажется очень странным видеть их как то, что хочет вас обмануть, вызвать неприятные чувства и все такое. Мне особенно запомнилась фраза про «любить себя получается, пока не смотришь на успех других». И хотя, конечно же, наша любовь к себе всегда не абсолютна, но насколько же нужно не любить себя? Разве все чувствуют нелюбовь к себе, когда, например, смотрят на успех Стивена Кинга или Кэмерон? И, например, когда я думаю о Гарри Поттере, я вспоминаю то, что меня очень сильно вдохновило и воодушевило и поддержало в свое время. Знаковая история и восхитительное воплощение. Особенно я люблю узника Аскабана Альфонса Куарон. И если так подумать, конечно же, я хотела бы сделать то, что также повлияло бы на других. Но все равно, наверное, если бы моя жизнь заканчивалась, а у меня бы так и не получилось что-либо сделать, то мне было бы очень грустно. Но это не потому, что другие сделали то, что хотела бы я, а потому что у меня это не получилось. И все же при воспоминаниях о том, что меня так воодушевило, мне кажется, естественно, испытывать те теплые чувства, которые оставили это впечатление. Тут можно подумать, что я имею в виду, что вся зависть – это фуфло. И нужно отринуть это чувство. Но, конечно, мне кажется, зависть – это не наш порог, который в нашей природе и из которой ничего не сделать. И это не то, что нужно искоренять, потому что нужно жить без нее. Мне кажется, зависть – это естественное и очень полезное чувство, указывающее нам на желаемое и недостающее. Несмотря на то, что яркое переживание, что чего-то хочется, но не получается, которое бывает очень болезненным, особенно если не получается долго и мешает обстоятельства, на которые мы не имеем возможности повлиять. Зависть без уничижения дает инструменты для понимания, что именно ее вызывает, что хочется. Если это какие-то манеры художника, можно их проанализировать и тренировать. Если работа в какой-то сфере, то это звучит как цель. Если это многолетнее мастерство, то, естественно, нет смысла требовать от себя его, если вы только в начале пути. Конечно, есть люди азартные, которым, например, конкурсы очень нравятся, а болезненная такая зависть сильная толкает их на действие. А есть люди, которые абсолютно это не любят. Но мне кажется, даже для тех, кто это не любит, а я вообще ненавижу конкурсы, азарта, конкуренции у меня совершенно нет. Но, естественно, зависть никуда не денется. Пытаться ее выгнать практически бесполезно. А если проанализировать, можно понять, что именно хочется. Например, иногда у меня бывает очень болезненная зависть, когда я вижу, что кто-то работает над каким-то проектом, в котором явно большие масштабы, большие деньги. Если так подумать, это вот, ты сама хотела бы работать с большими компаниями, но ты этого не делаешь, это значит, что ты завидуешь и хотела бы именно этого. Но нет, я не хотела бы работать именно над этим проектом и с этими компаниями. Я хотела бы делать свое. Я завидую деньгам. И мне кажется, это очевидно, и практически все хотят средств, успеха того, что они любят. Поэтому самая-самая большая зависть у меня к тем, которые получают деньги, особенно большие, со своих проектов. Потому что это моя мечта, которой постоянно что-то мешает, в том числе я сама. И несмотря на все мои старания, их не хватает для того, чтобы к минимуму вкладывать все свои ресурсы в это. Я абсолютно рада за тех, у кого это получилось. Но глядя на них, я им завидую. Мне кажется, это естественно, это не делает чувства плохим. Оно, конечно, болезненное для того, кто его переживает. Чем, естественно, переживать по поводу того, что ты чего-то хочешь, но у тебя этого нет. Это показывает, что у тебя есть цель и есть желание. Если бы их не было, то ты бы сидел грустный и все. Главное после этого не сидеть с мыслью, что я ничтожество, нет смысла что-либо делать, потому что я это я, и я никогда не смогу сделать то, что хочется. Вот с вот этими чувствами переживания, мне кажется, нужно работать и как-то их изменять. И главное, чтобы эти мысли, какая-то тварь дрожащая, не мешали тебе, не забирали у тебя ресурсы, которых и так мало. А это, мне кажется, уже дело психотерапии, которое такое же лечение, как и сдача анализов, питье таблеточек и все такое. Я когда-нибудь хочу поговорить побольше о том, что мне немножко кажется странным, когда я слышу про то, что психотерапия это что-то такое, в чем ты узнаешь больше сторон себя. Даже невозможно описать, что это такое, когда ты в терапии, вот только когда ты попадешь в терапию, ты это поймешь. Мне кажется, это создает какой-то такой налет мистического, напоминает книгу «Дом в котором», когда говорят «Дом тебя впустил или не впустил», и ты поймешь, что только тогда, когда дом тебя впустит. Мне кажется, адекватное обычное лечение, да, конечно, это разговоры, но, например, я таблетки, без которых мой мозг делает удивительные кульбиты. И несмотря на то, что психотерапия это разговоры, большая часть лечения, например, у реабилитолога это тоже разговоры о том, например, как лучше делать упражнения и что можно делать, а что нет. Например, я не могу подтягиваться и лучше не поднимать руки над собой, но при этом нужно тренировать мышцы, поэтому я делаю другие упражнения. Многое из этого я поняла даже без реабилитолога сама. Некоторые аспекты, так сказать, психотерапии доступны людям просто, в том числе анализ своих болезненных переживаний и зависти. И почему мы чувствуем себя таким фуфлом по сравнению с остальными. И что именно в них нас так задевает, так хочется себе. Особенно, конечно, соцсети оставляют такое впечатление, что много людей вокруг, очень много работают, и они востребованы. И у них есть почва под ногами тогда, когда у нас ее нет. Например, чем еще полезна психотерапия или ведение дневника с ответами на свои же тезисы. Когда я вижу многих беженцев, которые говорят, что из-за того, что они потеряли работу, они просто, чтобы занять мозги и время, учат другой язык. Например, улучшаю свой английский. Мне очень нужно улучшить свой английский, но у меня нет на это сил. Я чувствую себя таким фуфлом, чтобы они и быстро нашли новую работу, и соцсети ведут постоянно, и сидят возле моря в кафе и работают, и на досуге язык учат, и с людьми общаются. А я не успеваю свой комикс, не уверена, сколько заказов будет в будущем, и все такое, и лежу на кроватке грущу, потому что у меня болит голова. А другие-то люди от какие. Особенно, когда я вижу, что другие люди, айтишники, каждый месяц донатят в СУ 40 тысяч гривен. А я так не могу. С другой стороны, у меня другие обстоятельства. В конце концов, я в городе со взрывами. Общаюсь с меньшей виду соцсети из-за уже известного расстройства аутистического спектра. Голова болит тоже не по приколу. Язык учить мне тяжелее из-за того же расстройства. И в конце концов, его бы надо учить. Но если они хотят с его помощью общаться и забить мысли эти, мои мысли приятнее сбиваются чем-то другим, например, моим комиксам. А у них нет своего комикса. А такой естественной, легкой тяге общаться с людьми, чтобы реализовать которую нужна этот иностранный язык, у меня нет, соответственно. И нужно больше ресурсов, чтобы заставить себя его учить. А их свободных нет, очевидно. И это не в том дело, что я такая бедная и несчастная, а они такие с возможностями. Они просто не показывают свои проблемы, которые, естественно, есть. И когда я делюсь в своих соцсетях чем-то, это тоже не то, какая я неудачница без силы валяюсь. Я показываю кошечку, например. И то, как я рисую комикс. И кто-то другой может подумать. Офигеть, вот человек во время войны взял кошку с улицы. А я не могу себе этого позволить. Какие люди молодцы, а я нет. Или, например, люди рисуют комикс, а я нет. И я же не буду думать, о боже, какие неудачники. Не взяли кошку, не рисуют комикс. Зачем тогда мы о себе так плохо думаем? Мне кажется, это плохая привычка. Мы, может быть, это с детства, из-за манеры воспитания, в школе, по крайней мере, из моих воспоминаний, нас учили именно стыдом. Ты не смог хуже других. Это плохо. Тебе должно быть стыдно. И мы также привыкли думать и применять это к себе, когда уже выросли. Это, мне кажется, отвратительная привычка, которая портит наши возможности, перспективы и жрет ресурсы на то, чтобы как-то пережить вот это вот самоуничижение. Но, мне кажется, эту привычку можно побороть. Я желаю всем нам сил для этого. Еще такой интересный аспект. Разделение своей зависти и объекта, которому ты завидуешь. Как и, например, художника, как личность и его работы. Особенно в последнее время. Мне кажется, это такая проблема, которая оставит большой след в будущем. И я сама еще не знаю, как я буду относиться. Наверное, это впечатление потеряет свою контрастность и болезненность. Но многие художники, которых я очень уважаю как художников, говорят то, что я абсолютно не могу уважать. И если раньше я хотела быть среди них, общаться с ними, то сейчас я и не могу сказать, что я стала плохо относиться к ним как к художникам, потому что они все-таки и же восхитительные художники. И не хочется себе врать, что этих негативных впечатлений нет. Но и до этого, я думаю, многим нам знакомо такое впечатление, когда художник очень нравится. Его успеху очень завидуешь. Например, там он делает комикс и получает с Патреона деньги и на это живет. И может позволить себе делать только комикс. Его комикс классный. Даже если он вам не во всем нравится, в целом он создает очень приятное впечатление. И вам не хочется сказать на него что-то плохое. Все это вызывает огромное уважение, кроме слов самого художника. Из его слов такое впечатление, что с этим человеком вы бы заговорить не хотели бы. Или, допустим, ваш кумир, на работах которого вы росли, начинает говорить то, что вас прям возмущает. И в таких случаях я часто слышала слова, это потому что ты ему завидуешь. Вот он может себе позволить вести себя так, а ты тоже хотел, но ты так не делаешь, потому что ты считаешь, что надо вести себя как-то вот поприличнее. Но на самом деле все мы гниды внутри. Ты тоже хотел говорить, что ты весь такой белый Д'Артаньян, а вокруг вот все плохие. И я очень не люблю такие циничные высказывания о природе человека, потому что, опять же, мне кажется, абсолютно естественно, контрастное переживание, когда что-то вызывает уважение, а что-то нет. И, конечно же, каждый художник не обязан быть каким-то хорошим человеком. Естественно, что среди художников есть нехорошие люди, на наш взгляд. Не просто неимпонирующие, а именно вот те, которые вызывают неприятное впечатление. У кого-то мы можем вызывать неприятное впечатление. И мне кажется, это наоборот круто, когда мы можем разделить уважение к специалисту и неуважение к человеку. И, наверное, вот это вот болезненное переживание такой зависти исходит из таких же наших старых привычек и убеждений, что ты должен авторитет или полностью уважать, или уже тогда сказать, что этот человек полностью во всем фуфло. А у нас это не получается. И мне кажется, это, по крайней мере, честность с собой и умение разделить то, что человек все-таки хороший специалист. И мне кажется, все-таки круто иметь свое мнение в таком контексте, что если он хороший специалист, это совершенно не значит, что он всегда говорит все правильно. так, что эти слова соответствуют мировоззрению. И это круто, что ваше мировоззрение не изменяется от того, что какой-то авторитетный для вас человек сказал что-то. Можно было скатиться до того, чтобы писать ему гадости в комментариях, говорить, ты там тупой, ты жирный, ой, да ты ничего из себя не представляешь. И можно посмотреть, что практически под работами всех людей такие комментарии есть. То есть можно свою зависть переживать именно так. И я думаю, это как раз деструктивно. И выглядит очень недостойно и неприятно. Но если вы так не делаете, это круто. Если кто-то говорит, ты там негативно о нем думаешь просто потому, что ты завидуешь. Ну да, ты завидуешь, и что? Все люди кому-то завидуют. Все люди чем-то недовольны в себе. Все люди недовольны своими работами в каком-то аспекте. И тут я хочу перейти к еще одному интересному моменту. Недовольство собой как основа для развития. Да, я согласна. Но недовольство в собой это не значит самоненависть. Краеугольный камень бодипозитива, о котором я хочу поговорить, не столько о бодипозитиве, сколько об этом краеугольном камне, придерживается такой позиции, что нужно именно ненавидеть себя для того, чтобы хотеть в себе что-то изменить. И вот тут, мне кажется, проблема. Некоторые люди воспринимают отсутствие самоуничижения, и это далеко не только в бодипозитиве. Я видела это во многих чатах художников, во многих словах, постах и всем таком, как будто выказывать какое-то отрицательное мнение о себе в таком неприятном, унижающем контексте. Это не то, что хорошо, это именно показывает, что ты недоволен собой, а недоволен, это значит, ты нацелен на рост. А если ты доволен собой, это значит, что ты остановишься, а если ты остановишься, то это значит, что ты чего-то недостоин. Тут очень важно отметить, что в идеале и бодипозитив и довольство собой в целом об уважительном отношении к себе и другим. И именно из уважительного отношения исходит, на мой взгляд, желание совершенствоваться, приходить к здоровью и заботиться о себе, чтобы жить лучшей и комфортной жизнью. А какой смысл, что ты будешь рисовать, допустим, даже лучше, но при этом постоянно думать о том, что ты ничтожество перед лицом лучших, а нужно быть только теми самыми лучшими. А те самые тоже будут думать, что они какое-то фуфло, и все будут сидеть и думать, что они какое-то фуфло. Зачем? Зачем страдать, если можно не страдать? Вот это мне всегда непонятно. Мне кажется, классно, когда мы стремимся к чему-то лучшему, но при этом мы можем быть довольны тем, что есть. Мы можем видеть или не видеть то, что хочется улучшить. Мы можем хотеть и видеть то, что хочется улучшить. И при этом оставаться уважительными к себе и другим. Не потому, что мы сегодня стали лучше, чем были вчера. Это в конце конца не обязательно. В плане отношения к работам мне кажется полезно поставить себе задачу и подумать, соответствует ли этой задаче результат. Выполняет ли он то, что вы хотели бы сделать? Если да, он достаточно хорош. Хотя бы достаточно хорош для того, чтобы вы почувствовали себя удовлетворенно. Идеал никогда не будет достижим, но какой смысл ставить целью идеал, чтобы потом всегда быть расстроенным? Мне кажется, главное, чтобы ваши чувства помогали вам жить, а не мешали. А если что-то мешает, будь это очень ярко хорошее или очень плохое, мне очень нравится фраза «Щезанатта, то не здраво». А «Щезанатта» это вопрос лечения. Поэтому желаю нам всем удачи и хороших врачей. И насчет этого, мне кажется, довольно яркий и показательный пример, потому что в плане в своем деле и особенно рисования это всегда вопрос такой относительный и субъективный. Но в плане здоровья все понятнее. Я очень завидую тем людям, у которых здоровье сложилось удачным образом. Я очень хотела бы такое здоровье. И иногда я прям болезненно им завидую, потому что я могу только исправить те карты, которые мне выпали, но все равно не полностью, а многим выпали намного хуже. Естественно, никто от рождения никак этого не заслужил. И мы ничего не могли сделать для того, чтобы выбрать другие карты. И несмотря на то, что зависть есть, и опять же это естественно, потому что всем хотелось бы жить лучше, делать что-то лучше и получать это намного легче. Но когда мы чувствуем, что именно мы виноваты в том, что нам выпало именно это, мы сделали именно так, то переживать это намного болезненно. А если как со здоровьем ты понимаешь, что ты с этим ничего не мог сделать тогда, есть только выбор что-то сделать сейчас с тем, что уже есть. Даже если у тебя никогда не будет того, чему ты завидуешь, то это помогает хотя бы не винить себя в том, как все случилось. И, наверное, в зависти самая неприятная и болезненная именно мысль, что ты сам виноват в том, как вышло. А это далеко не всегда так. А даже если наш выбор привел нас туда, куда мы не очень хотели бы прийти, для многих наших поступков были такие условия и такие приоритеты, которые привели нас сюда. И уж лучше что-то с этим делать, чем сидеть и винить себя. А особенно если мы рисуем, делаем, что хотим, зачем портить этот кайф? А если мы завидуем, во многом это тоже полезно. И зачем портить себе это чувством вины за то, что мы завидуем? Или чувством неполноценности за то, что это якобы естественно чувствовать себя ничтожеством рядом с другими? Мне кажется, легче дать себе просто это попереживать, подумать, из-за чего так вышло, и что с этим можно сделать? Особенно в тяжелые времена грызть себя еще за то, что мы что-то сделали не так, да пошло ну нафиг. Поэтому я хочу пожелать вам мира, сил, здоровья, делать то, что вы любите несмотря ни на что, чтобы ничего не мешало вам получать от этого удовольствия, идти даже так круто жить и радоваться тому, что вы делаете. И у вас это получилось. И это так вдохновляюще. Удачи всем. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok